Так, Аншабдуль, братья, я решил перезаписать обзор по Абулисторму. Почему? Потому что я тогда только проснулся, и хреновый обзор получился. И вообще я недостаточно рассказывал про это существо, для чего я затеял обзор, чтобы он понял, что кара неизбежна. Куда он не придет, мы расскажем, кто он есть. Я прошу администрацию вот этого вот. Вот. Да. Ну, куда конкурс идет? Вот. Так, извините, блин. Аншабдуль, Аншабдуль, вот-вот-вот. Чтобы его удалили и забанили навечно. Потому что этот человек является педофилом, он на камеру многократно снимал, как он сливает детей, угрожал их убить, издеваться, изнасиловывать, а детьми издевался, инвалидов, травил инвалидов, да смысл доводил. Он фашист, он прозывал уничтожать всей народной расы, всех нерусских, он не за людей, считай, он вдал бы детям это в каждом своем ролике. И, то есть, называл такими словами, то есть, за каждое это его можно посадить, но его не сажают. То есть, призывал убивать. Вот. И главное, он вообще до него дошел, что обещал взорвать Кремль и пол Москвы, всех богатых чиновников и просто богатых, у кого зарплата больше, чем у него, то есть, более 5000 рублей. То есть, в комментах написал, он попал даже на телевизор с этим комментом, а потом взял этот ролик везде и показал, хвалился. Я попал на ТВ, ахахаха. То есть, вообще, это он постоянно оскорбляет чужих родителей матом, и всех критики не выносит. То есть, его обзоры полное дерьмо. Я прошел это удалить, вот это существо, как можно быстрее с вашего сайта. Вы этим позорите, и можете вообще кару на себя навлечь. Потому что это нелюдь. Нелюдь. И поэтому я сделал обзор, просто чтобы рассказать. Вот, я эту игру Балет Сторм прошел, и еще до того, как она вышла, и выложил прохождение, и все на Ютуб, и у меня чуть не забанили канал, в результате создать новую перспективу, Абдулов ТВ. Вот, вы видите, это все я записал. Не знаю. Итак, обзор Балет Сторма. Впервые я услышал об этой игре, и я услышал об этой игре, об этой игре, и долго ее подогревали интерес, выпускали роликов, кучу. Сначала я как, ну, думал, какой-то шутер будет тупой. Ну да, выглядит прикольно, но будет какая-то хрень, там, не знаю, типа, этого, как его. Как она, как она называлась-то? Блин, Borderlands, да, или типа Пейнткиллера, ну и что-то такое. Но потом я поиграл в демо-версию, сразу как вышло, я сделал обзор и демо-версию на PlayStation 3. Ну, геймплей вроде так ничего, но все равно мне с того, что кажется, показалось. Я не думал, что там вообще какой-то сюжет будет. Потом я скачал этот Doody Chaos, на него сделал обзор, и там они круто спародировали. И все, какой отстой все-таки Call of Duty, все шутеры, какие тупые разработчики, какие дерьмовые игры делают, тупые, неинтересные. И выяснили там конкретно, что это полностью, действительно, все, что они обещали, а действительно это использовали, блядь, использовали, исполнили. То есть эта игра, которую собой представляет, это тонны веселья, просто увеселье, убивание врагов. Но при понимании этого, в игре есть еще и сюжеты, и качественно сделаны все вообще. Все, диалоги, все были. Если говорить о геймплее, то он лучший вообще за всю историю видеоигр, который только был создан. Эта игра должна стать эталоном фишт-версен-шутер. Действительно, шутеры, они должны были быть созданы изначально такими. Изначально они и были такие, как Doom и это, но тут они пошли дальше шутер. Это не просто шутер, это дальше им шутер. Это смесь из, грубо говоря, пейнткилера и God of War. Реально совместили такой слэшер и шутер аркадный. И получилась просто фантастика, что получилось, максимально все не нужно, убрали. То есть ничего тебя не беспокоит, ты не можешь в яму никакой свалиться. Ты прыгать вообще не можешь. И главное, они не просто убрали прыжок, а заменили его на охрененную фишку, такую, как в игре Venkush. Оттуда они наверняка ее позависовали, я просто уверен в этом. Где он просто скользит и за секунду, просто до любого врага может добраться за одну секунду. Просто моментально. Это просто поражает. Благодаря этому игра, она просто потрясающая. А на уровне пришлось для этой боевой системы делать специальные уровни. Такие не похожие, как нигде. То есть уровни представляются большие полигоны, дороги, по которым надо спускаться вниз и лететь вперед. И сносить на всем уровне врагов. И пространство совершенно гигантское. Таких гигантских пространств, панорама нету фантастических. Ни в одной игре. Даже в Jetty Knight. В Звездных войнах. Вот там они любили, любили еще в старых. Показывают такие пропасти бездонные. Ну тут это просто вообще, то есть, вся эта планета сделана. То есть не надо ничего думать, там тебе найди какой-то перебатчик, там спаси кого-то, там документы. Действительно, просто единственная цель выжить и пройти через этот весь город, чтобы улететь на корабле. И это действительно затягивает. Это не просто один какой-то город через какой-то дешь. Начинается там в пустыне, потом до деревни доходишь, потом до города, там под город вступаешь. Там это, потом на корабль, садишься в корабле, потом опять выбрасываешься, взорваешь всю эту планету. Просто посмотрите, какие боссы качественные. Вот это шедевр дизайна. Как это сделано, как столько мелких деталей, как все в одном стиле выдержано. Как интересно убивать, как все летается. Офигенная физика разрывания тел. Как сделана анимация. Просто это ragdron, это самый лучший ragdron, который я только видел. Ну, GTA 4 и RDM не берем в расчет, потому что там особая хрень, не знаю, используют в игре. Ну, думаю, вряд ли она используется. Там такая технология, где вообще, как motion capture вообще все выглядит. Но при этом это ragdron такой продвинутый, просто охрененный. Там специально этих, ну ладно, не будем. То есть, подойдите, какие гигантские панорамы. Конечно, они двухмерные на фоне. Ну, посмотрите, как это охрененно выглядит. И он настолько быстро передвигается, этот герой. Это просто поражает. Он там за один уровень, там килограмм в пять пробегает. И все быстро. Просто игра нон-стопом, экшен. Бежишь, все выносишь. Тебе даже передохнуть не дают. Но есть небольшие передышки, вот как этот, например. Все, с каждым уровнем локация меняется. То есть, цены, это не просто цены, показывают, как круто, а ты используешь цены, чтобы для убийства врагов. Вся цель врагов убивать этих врагов, получать очки и на них покупать патроны, чтобы их убивать. Потому что это одна из немногих игр, возможно, единственная, где тебе надо покупать патроны. А не просто апгрейдят оружие. То есть, например, удовлетворительные возможности оружия. Там гранатомет выстрел с гранатометом, так сказать, группа. А их можно только купить. Их нельзя просто получить, собрать патроны. Нет. Это просто. И оружие совершенно поразительное. Такое оружие ни в одной игре. Даже пейнткиллеры нету. Там в Сариус Эми. Там, не знаю, где еще. Сумасшедшее оружие сами, блядь, в Унриле. До такого не дошли, что какое тут оружие охрененное, разнообразное. То есть, автомат тут, собственно, один. Остальное, единственное, стандартное оружие, автомат, который может других играми наблюдать. И то у него офигенный режим такой, который все выносит. Но все остальное, даже тот же револьвер, выглядит, как все выносит. И ракетница. Ракетницу тоже мы его в Лоди видели. Но вот даже шотган, как выглядит он, так вдруг, ну, он... То есть, каждое оружие требует своего использования. Например, надо скользить и в упор по врагам вот так прикатываться. И в упор быть шотганом. Там, если там другое оружие, там, по-другому. Там снайперская винтовка. Мы взяли, вот, самое офигенное исполнение до этого снайперского огня было в Singularity. Но впервые это получилось, появилось, конечно, когда видят эти пули, а это в Max Payne. Мы видели, вот, в Singularity там взяли, и можно управлять этой пулей, она все разорвает. Тут сделали лучше. Пуля не просто летит, а ты видишь, как она летит и управляешь. Но враги видят, и в slow-mo начинают уворачиваться. Уворачиваться. Это просто офигенно выглядит. Тебе надо в них попасть в голову, желательно. А пулеметы, вот этот пулемет, он часто попадается, он просто разорвает всех, ну, пуски, сотнями всех выкашиваешь. Просто одной пульки. Это так круто, когда они вот эти вот очки тебе начисляют. Это просто охренеть как круто. Вот, кстати, вот этот уровень, он первый в демо-версии, вот мы видели. Просто враги все разнообразные. Даже вот на паузу нажать, они все разные, все разные, да. Они не повторяются. Точнее, так они поставлены, что они глаз-глаз не цепляются. И оказывается, кажется, действительно разные группы, триггер-робки. Туристы, которые самые мутированные, совсем отмороженные. Вот эти банды, которые построили этот город, уголовники. И еще такие мутанты какие-то вообще, ну, мутированные гангстеры, такие людоеды. И просто это, и все между собой бьются. Ну, и плюс флора, фауна, годзилла. Годзилла, что это стоит? Сначала она радиоуправляемая, маленькая игрушечная горда разрушает. А потом настоящее появляется, то, что ее яйца разрушило. И она реально больше, чем самый большой босс в игре God of War. То есть, представляете, сложно было представить больший босс, чем... Нет, все-таки есть больший босс в игре Байонета. На последний уровень, там вообще босс размером с планету. Так что... Ну, один из самых боссов все равно большой. Это стандартные боссы, мелкие при боссе. Очень интересно их убивать. Надо их выбить, у него броню, шлем сбить. Как только сбиваешь шлем, один вышел в голову, он взрывается. Просто взрывается. Башка, и все, он труп. Вроде не потемнеет, что это обычный человек. Просто у него броня. Это очень круто, они просто охренеть. Вообще, как кролище, столько просто, тонна моря. Кругом черно-неченый юмор. Диалоги такие, они просто таких шикарные. Они вот смешные, короткие, ничего не напрягает. Просто... Ну, просто. Постоянно куда-то бежишь, все по прямой. Ты просто бежишь весь уровень, по прямой спускаешься вниз. То есть, никакого лабиринта нет. Никогда такого нет, что ты не понимаешь, куда идти. Хлыст, хлыст. Хлыст это такая... Причем, они объяснили все это. Не просто тупо бежишь, как пейнерик, и всех убил пейнт-киллера, убиваешь ее сервисами. Объяснили, что это за планета, что согнали этих уголовников работать рабами. А какой-то коммунист, там, Ленин появился, начал орать свободу, там, рабочим, ученым, там, со смертью зона. И все взболтовали, взорвали эти фильтры, которые защищали от шторма, пси-шторма. И, кстати, все заразилось, там, сбежали, туристы сбежали от шторма вниз, а там отходы, и они бросили монстров, эти стекли все контролируют, там, жируют, там. И этот крейсер, он там летел, который ты от... сбил этого врага, который тебя подставлял. И тебе надо его спасать, этого генерала, чтобы что-то только с ним можно улететь, и за ним шаттл пролетает, на самом деле, это корабль гигантский, и, в общем, в результате это вообще обдуленно. Это обдуленно, вот эти вот эти шипы, надо кидать врагов на шипы, использовать окружающее пространство. В окно выбрасывать, в электрошок выбрасывать, там, в кислоту, там, просто надо смотришь и думать, и больше даже файтинга, чем шутер, всю игру можно пройти, не стреляя, используя хлысты и пинки, подкаты, это просто, вообще, вот, враги ведут, ну, видите, они все разные, они все разноцветные, это не как про The Devil, четыре мужика, которые все игрово повторяются, они просто приедают, тут такого нету, просто, просто обалдеть, вот, видите, какой шикарный, вот, быстроешь баллоны, чтобы вылетел лифт вообще, а в конце ты вообще в стартовсферу вылетаешь, подобным способом, то есть, как шикарный дизайн этот персонажей, просто охренеть, в духе 90-х годов, скайпай, мумувиков сделано, просто эти апгрейды, это все, это супер, и все просто сделано, ты бьешь один раз хлыста, держишь кнопку хлыста, он тебе супер удар делает, так же оружие, там, включаешь, подкаты, атака нажимаешь, он просто бежит, там, и все так сделано, все классно, все гигантские, ни в одной игре таких пространств открыт нету, все, ничего не захлумяло, ничего тебе не мешает перемещаться, минус, что нет кооператива, неспользуясь, что постоянно кто-то бегает, и решаешь, думаешь, он в кооператив может играть, оказывается, кооператива нету, почему-то, а то, что с тобой бегает, это дань моде, даже сейчас ты уже и так не делаешь, что один бежишь, всех убиваешь, это тупо просто, и нейронистично, и вообще как-то скучновато, а тут, как всегда с тобой кто-то бегает, вот этот киборг, что стоит крутой, который с САИ своим AI борется, в общем, просто, вот видите, вертолет можно сбить, вот хвостом, вот сейчас его сабель, видите, бац, там патрон с ним бит, просто абдуленно, просто были, так, хрен, игра быстро работает на иксбоксе, минус в том, что нету, алисинка, почему-то, вероятно, они хотели сделать, чтобы на приставках одновременно выглядела эта игра одинаково, потому что, чтобы допустим, не говорили, вот опять нам говену хуже, чем на иксбоксе подсунули, ну, то есть, видимо, бабки вот Sony жадные проплатили, чтобы они специальную игру упущили, игра, по-моему, 60 кадров не выдает на иксбоксе, ну, по крайней мере, это не чувствуется никак, на компе реально выдает, сколько угодно, антиалейсинг работает, но лучше, больше, чем 720p, лучше не включать разрешение, я сначала включил, мне не понравилось, когда после их 2 играл, потом все 20p включил, потому что разрешение более высокое, на компьютере ухудшает, потому что игра предназначена для приставок, только больше врубаешь разрешение, и там тут же лезут эти текстуры, ужатые, там тут же лезут низкополигональные модели, там все эти углы просматриваются, все, и выглядит хуже гораздо, и уже не сможет остаться таким графично, а так вот должно быть, как все же ролики, все игры вот на иксбоксе, особенно, потому что там антиалейсинг, у этого нет, просто охренеть, тысячами надо убивать способов, врагов, как угодно, просто получаешь удовольствие, убить тебя в игре не могут, практически, у меня в 2 раза вот эту игру, в нормальном сложности, убили, что на иксбоксе, что на компьютере, и надо вот чисто вот конкретно, просто удовольствие убивать врагов, просто, такие должны быть шутеры, это шедевр, это возможно 10 баллов, даже можно дать за то, что это новый жанр, в жанре шутеров, шутеры слэшеров, и поэтому 10 баллов, потому что это новый жанр, и следует, поскольку эта игра новая в этом жанре, и она получает максимальную оценку, если по всем шутерам сравнивать, то 9,5 баллов, но мне эта игра понравилась, даже больше, чем в халу речи, то есть вообще, геймплей вообще ни с чем не сравнивает, с чем тут, потому что это хрененно, а кто кто считает, что эта игра консульная, какое-то говно, тут просто урод, не человек, слаборазвитый, не надо плюнуть в рожу просто, плевать в рожи, то что нельзя так делать, Анша Абдуль, вперед за долу верну, не боро,